приветствую вас друзья а у нас тут рыболовы поехали рыбочку ловить и да я в курсе что я эту гребанную хижину поставил кверх ногами видимо поэтому там лодки то и не было так что мы сейчас это дело быстренько поправим хижина рыбака вот надо как-то и вот так поставить как раз и тропиночка туда придет обалденно пусть строят рыбака я не сносил поэтому нифига тут лес уже я вроде только загрузился а тут уже целый гребаный лес это ли не чудо а вот я смотрю колодец пока что-то не особо жаждут мои строители строить это странно кстати также странно как и мои дровосеки которые вас тут трое да и по идее у меня еще три дровосека вот здесь работают но они как бы не работают потому что собственно перед нечего ребята чё чё за движуха то тут пошла выходите в обход вы чего совсем мудаки зачем вы так делаете можно же здесь обойти или им так больше нравится или они о я понял кажется я начал понимать ребята разработчики видимо сделали эти тропинки не только процедурными они еще как бы имеют приоритет по передвижению вот она чё михалыч теперь понятно ягоды кстати можно сюда и не складывать а вот доски надо бы да доски надо единственное только я смотрю я смотрю с досками проблема прям прям конкретная проблема дровосеки вот восемь досок привезли на эту лесопилку можно сказать и здесь у нас четыре это очень странно на самом деле прям прям очень странно да ну хорошо ладно не вопрос я помню что я купил один квадрат за бесплатно зато смотрите у меня теперь амбрелла прям практически куплено тут по позиции ну что вдруг мы наконец-то хоть что-то начал строить еще было бы классно если ты камни притащил к у меня по-любому там есть безработные давайте посмотрим вот этот безработный меня интересует карл карл украл клары карл или как тебя там называют строитель теперь ты будешь давай прокачивайся а то нефиг тут фигней ты заниматься катрина ну катрина у него же женщину так сказать на стройку запихивать не к тому что они справятся как-то неуважительно да есть более изящные методы работы вот например портной на у нас тут лоурен а ну ты тоже женщина ну и прекрасно тогда итак какие у нас планы как я и говорил бы сегодня ферму выходим с вами но перед тем как мы выйдем на на колодец вот здесь достроить дабы у нас появились дома до сюда я хочу переселить новоиспеченных жителей а пока они не по кстати вот этот лес а давайте я его не буду спирить мне нравится что-то вот хороший такой лес да я его пожалуй оставлю пускай только камни добывают а лес мы оставим здесь пускай он будет почему бы нет а дома здесь еще как минимум на один ну может максимум два дома место есть то есть как минимум еще четыре человечка будут там селиться ясно понятно не вопрос тогда мы пока жилую зону вот здесь вот размечаем пусть народ начинает селиться как только они первые дома построят я обязательно здесь им уже укажу где будет рынок где будут остальные финтифлюхи и так далее по поводу вот этих ягод я знаю что некоторые писали и в принципе я отчасти согласен что можно было бы сделать здесь деревню однако я хочу чтобы у них не было вот этого вот этой сумасшедшей пропасти в передвижении потому что считаете у нас одежду будут носить отсюда в эту деревню до из этой деревни собственно хлеб будут туда доставлять уже здесь будет у нас ферма неподалеку насколько неподалеку я пока еще не придумал но я точно знаю что я хочу заморочиться по заборчикам вы же знаете я люблю заборчики поэтому если вы не против мы это дело сделаем во первых поставим здесь дорожный знак который будет указывать куда ходить людям это будет клево кстати чего там стоит он стоит 2 дерева что-то как-то много прям прям что-то вообще забор собственно заборчик не ставится пока у меня в инвентаре не будут не будет досок до дисопилка вы хреново работаете я вам скажу господа конкретно хреново работаете возможно есть смысл вот этих парней вот этим парням разрешить добычу потому что я же запретил помните теперь пора его наверное разрешать давайте это сделаем вот так легонечко без лишних движений разрешаем моим задницам с топорами добывать деревяшки деревяшки знаете ли очень полезно для здоровья и не только для здоровья так смотрите есть у нас еще запретные земли как вы помните да и кстати да у меня же еще здесь будут дома и здесь ну ладно общем фиг с ним пусть потихоньку строится так вот эти запретные земли мне сыграют очень хорошую так сказать службу в том плане что я смогу запрещать где-то людям передвигаться к примеру я могу эту тропинку передвинуть запретить здесь ходить и разрешить где-нибудь здесь вход в деревню и тогда они будут передвигаться по-другому как по мне это круто а еще круто что у нас одежда копится и мы зарабатываем по крупному да единственное только знаете что нужно еще построить нужно построить во первых еще одну лесопилку потому что это не справляется как показывает практика мне только интересно вы ребята ничего там не потребляете уровень дома 3 просто такое ощущение знаете что что-то жрет доски и не говорит об этом прям вот не говорит совсем нас 40 камней отесанных на что очень круто а вот с досками реально проблема во первых давайте перестанем их для начала продавать на складе ну то есть мы то их будем конечно продавать держать на складе а вот продавать уже не будем так что давайте это сделаем многие написали в комментариях какого хрена я уменьшил интерфейс объясняю дело в том что когда загружаешься интерфейс иногда уезжает вправо и мне его не тыкнуть это видимо связано с тем что он еще не оптимизирован под увеличенный вот такая история так не бюджет торговля торговля торговая мы не мы запрещаем торговать вот этим да вот этим полностью запрещаем нет торговли не буду тут ничего изменять главное что мы теперь доски не продаем нужно нас их и так нахрен нету можно их конечно закупать что кстати может действительно закупить их не не буду я закупать господи а нафига мне тогда вот эти два мудилы на стивен ты где ты еще и женщина да прекрасно нет ты мужчина 21 год и джейкоб джейкоб вроде бы тоже здесь находится но они почему-то вот прям в еле-еле еле-еле пыхтят вы ребята какие-то медленные вам серьезно говорю вот прям серьезно на полном на полном серьезе в общем пока здесь ни один дом не построился смысла дергаться особо я не вижу зато я вижу смысл заложить потихонечку можно выходить в хлеб для этого нам потребуется пшеничная ферма которая стоит опять же 20 деревях которых у нас нафиг нету вот прям просто что называется вообще ну к примеру ферму можно поставить где-то здесь или даже вот так ее поставлю единство только ей нужно будет указать где они будут выращиваться это дело но к примеру вот прям перед ней будет такое вот квадратное поле вот такое вот прямо на границе с лесом здесь надо подрежу потому что ей тут что-то не нравится расти и вот этот уголок скруглимшу прям вообще все красиво было я думаю что такого размера поля пока хватит потом мы его обнесем забором чтобы все по фэншую было на и наверное здесь еще следует забор какой-нибудь поставить хотя можно и не можно и заморачиваться но это и так смотрится прилично дома здесь улучшаются развиваются все у них прекрасно что у нас по ягодам здесь нормально копится копится ягоды копятся но пока у нас не построился 2 2 деревня они так и будут копиться да видите в чем проблема ребята которые приносят сюда дерево они достаточно долго ходят я так полагаю что вот эти парни это носильщики плотник это плотник это строитель вот так внезапно хорошо не вопрос давайте построим еще одну лесопилку еще одну лесопилку которая будет находиться скажем здесь вот тут почему нет я понимаю что им быть не очень удобно ходить туда-сюда но может вы здесь сделаете тропинку посмотрите сколько здесь места господи можно тут просто на велике кататься зимой на коньках а у них наверно тогда и великов то не было но на жопе тогда не знаю с разгона лошадь подогнали и как дал нормальная тема по моему я бы так точно покатался на складе пока нет ни одной доски да с досками нас серьезные проблемы прям прям серьез давайте их попробуем немножечко по закупать и так досочки досочки мы будем допустим до 20 опять же пяти пока инвентарь не достигнет 25 до пока инвентарь не достигнет 25 мы их закупаем таким же образом как инструменты будем надеяться что это поможет немножко развитию я просто не очень люблю знаете скорость увеличивать еще два новых поселенцев пришло и скоро места для них закончится вот здесь еще один дом замутят они это стопудово и вот здесь еще пара домов влезет то есть получается еще три домика 6 человек и мы начнем потихоньку заселять это место прекрасно ну как там ваша ферма ребятки отлично осталось только инструменты притащить и 9 досок ну доски я верю что сейчас прибудут и в принципе кстати можно оставить по закупку досок до тех пор пока они не начнут перепроизводиться это будет весело пока этого не произошло давайте наймем сразу же парочку плотников так безработный ты мой друг будешь скорее всего мельник пекарь каменщик фермер да ты будешь заниматься земледелием а вот эти парни рейнхард да рейнхард ты будешь плотник господи сколько у меня тут уже профессии плотник и вот этот парень мартин тоже будет плотник кто-нибудь видит плотника вижу вот он отлично все теперь теперь все готово на не помню сколько здесь вакансии на работу но по-моему там одна фермер может быть только один вроде бы я точно не могу сказать не помню просто ну и надо будет увеличивать наши так сказать палатки по идее хлебобулочные изделия можно здесь продавать в самом центре почему нет единственное только нам нужны две пекарни то есть одна будет здесь обеспечивать хлебом вот этот вот эту деревню автору пекарна быть куда сюда ставить но пока мы с одной понятное дело справимся но в будущем то да в будущем придется у меня такое ощущение что мне не хватает строителей я вот конечно не понимаю ханс или ганс можешь быть строителем пожалуйста мало людей у меня понимаешь не хватает мне вот эти пушки классные такие мне очень нравится у них пока ножки не анимированы я думаю что это временное явление когда-нибудь она произойдет на в любом случае то что уже сейчас есть уже круто нас еще вот сюда кстати доски уходят дерево и они до сих пор по моему не рука нет рубят рубят они вот здесь начали рубить уже молодцы ребята я я за вас чертовски рад и по-моему вот это вот место которым работает барбара сейчас мы посмотрим его мне кажется можно продлить хотя бы я не знаю вот до сюда возможно много знаете ли дерево не бывает вот вот давайте вот так продлим она будет достаточно неплохо смотреться и сразу же добычу пока не забыла то потом забуду и тут рубить не будут вот типа того ну все отлично такой аппендикс получился но чё все готово осталось три доски принести давайте ребята притаскивайте кстати о ребятах где мой торговец торговец вот это он и он я так полагаю несет мне хочет купить камни доски а продать он хочет хлеба и инструментов ты бесишь меня чего зачем ты хочешь купить у меня камни когда камнями не торгую были на это же не знаю что делать у меня еще знаете проблема в том что золото она достигла своего пика 500 на 500 это знаете почему происходит нам нужно построить сейчас скажу что нам нужен вот этот вот усадьба лорда которая по помогает держать себе больше золота насколько я помню но хотелось бы чтобы она была прикольная вот можно кстати здесь ее оформить ночью бы нет кстати что у нас еще есть маленькая башенка есть просто башенка и дверь что какая-то это не замок это реально какая-то усадьба давайте здесь отгрохаем она будет немножечко повыше у нее будет вот здесь наверное дверь и возможно это что такое это просто блок такой интересный ну смотрите а по-моему классный дом такой знаете типа как с сарайкой получился мне можно конечно и башню отгрохать вот здесь сзади получится уже что-то типа церкви а нам это не надо нам башня здесь не нужна ее можно вот так сделать но уже смотрится убого поэтому так делать не будем мы лучше еще одно основание прикрутим как-нибудь боком вот сюда возможно ли вот типа как то так получается да прикольно мне вот так уже нравится определенно нравится стоит это дело 200 досок охренеть и стоимость обслуживания 24 золотых что-то как-то дофига но мы попробуем мы попробуем а там посмотрим как пойдет ну что там этот товарищ с коробком продал мне по-моему он не не продал доски чуть-чуть доски есть здесь сколько их тут 6 их тут 6 я понял ферма а есть еще один фермер вместо до 3 даже до 3 давайте 1 2 3 и он начал сеять блин как мне нравится вот это вот анимация засеивания полей она вроде бы не сложная но смотрится классно сейчас он возьмет еще видимо семян и пойдет еще сеять и это значит друзья мои что мы можем по идее начинать строить ветряную мельницу потому что это дело которое у нас тут закладывается должно где-то перемалываться да ветряная мельница может смотреться здесь просто охренительно я наверное сюда и поставлю рядом с домом лорда на это будет весело и таскать им особо не недалеко я никому не буду помогать отвалить я по-моему выставил 5 хлеба да я молодец просто я молодец и также нам требуется пекарня 20 камней 20 дерева и 20 инструментов не вопрос пекарню понятное дело мы отгрохаем где-то здесь но блин у меня уже тут места то нахрен нет вот просто что вообще так а хлеб у нас производят вот да можно и тут кстати пекарню поставить давайте тут по пекарню отсюда будут разносить по моему прикольная тема вот сюда ставим пекарню ну и все это уже начинает походить на что-то похожее на поля кстати о полях я наверное сейчас немножечко немножечко сделаю покрасивее вот вот хочется мне здесь острый угол чтобы это поле смотрелось реально как поле они как какой-то какая-то обложка так и вот здесь тоже застрим немножечко вот так обалденно вот теперь реально поле до квадратное классное поле здесь правда чё-то как-то немножечко не квадратное хотя вроде бы должно но давайте вот здесь подрежем или не не будем резать мы вот так продлим вот теперь точно квадратные ребята за сети вот молодцы на такое поле получилось дома улучшается нет зоны поля для фермера строительство завершено хижина рыбака ну отлич теперь хоть она глюч не будет эта хижина и все будет у нас хорошо все ждем собственно ускоряем процесс и ждем строительство как мельницы так и пекарни вот у пекарни то приоритет повыше должен быть чем у мельницы то есть наоборот все правильное сделал у мельницы высокий приоритет у пекарни не особо высокий ну и ладненько доски кстати говоря не закупают возможно потому что у меня нет торгового пути где продают доски зато мы можем продавать тесаные камень за три золотых одну штуку а чё может и правда давайте тесанный камень и ща мы выставим его на продажу почему бы нет торговые ресурсы камень где-то друг мой так продать все выше значения ну скажем 25 давайте все что больше 25 пусть продают это какое-то какая-то золотая середина было мной найдено в прошлой серии и у нас сейчас будут собирать пшеницу какое же она какая же на классный прямо хочется потрогать она мягкая и она сажает моё фпс в два раза да прям охренеть я сейчас увидел как на счетчике 15 кадров чё-то охерил немножечко не в два раза даже в два с половиной в три господи в три у меня 50 но если мы приблизимся то у меня 40 а это я понял это наши деревни сажают то есть само поле не сажает фпс хорошо мы поняли не вопрос нет зоны поля для фермеров чё ты гонишь что нормальная у тебя зона я что-то где-то подрезал и он не может с этим справиться все у него норма все в зоне находится бесится новых жителей еще два пришло ждем пока вот здесь начнут строиться как только там начнут строиться все у нас будет прекрасно что у нас тут с этой штукой доски ждут доски 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 очень нужны нам да вот лес уже этот рубят видимо вот эти деревья и такие более нас и не насыщена зеленая темно-зеленые и они видимо не растут сами по себе а вот эти вот растут которые бледные житель покидает ваше поселение из-за низкого уровня счастья счастье у меня 50 кстати вот это интересно кстати пить хотят и и что и голодают серьезно у вас тут есть у вас тут есть все что вам только можно пожелать и даже рыбочка рыбочки конечно много мало в смысле я понимаю но но вроде все нормально чего до жители здесь могут уходить это и это нормально вы не переживайте зато мы вот за неделю зарабатываем уже 534 за задание все еще висит заработать за неделю 500 странное дело по крайней мере с деньгами все хорошо на ребят вот это в приоритете пожалуйста вдруг принеси пожалуйста сюда доски вот очень очень хочется задание завершено отличный нам дали 50 досок что поможет нам построить в общем она нам все поможет построить назначаем двух чуваков сюда на вот это моё поместье где будет лорд жить да нужно больше золотами лорд вы ребята здесь храните то здесь храните и куда-то таскаете видимо уже в мельницу потащили но вот чё мешает здесь путь проложить я вот не пойму вот просто пошли вот отсюда такую дорожку сделали нет они будут ходить как дураки ну хотите ходить вот у нас уже поле собирают обалденно скоро будут первые булочки осталось только 10 досок притащить до чертовски приятная игра на самом деле есть по на еще не сажала фпс вот когда ты смотришь так все хорошо стоит тебе вот так посмотреть на всю эту трихомуде то это у нас как бы 25 кадров в секунду что очень плохо как по мне может из-за того что скорость довольно высокая фиг знает что вам тут еще много да о да вам еще много 100 из 200 считайте 200 досок офигеть вообще не хило да зато мы уже муку производим которую скоро потащат в пекарду что намекает нам о том что пора бы заморочиться и построить еще один еще один где он не вижу ни хрена не там где я смотрел так продовольственная палаточка вот сюда ее ставим и начать строительство отлично то мы будем продавать хлеб хлеб производят не так быстро как хотелось бы вот у меня уже есть два пекаря которым кстати нужна вода я надеюсь у них ума хватит отсюда воду таскать да я конечно хотя может давайте-ка им колоде здесь забабахаем лишним точно не будет прям не будет вообще а классный у меня поместье мне нравится еще два человечка к нам пришли следовательно у них не совсем все так плохо вот видите 50 51 не защищены что ли фиг а это религия и они недовольны церковью потому что она видимо переполнена да хотите сказать что вам нужна еще одна да да не вопрос я построим а или может давайте к эту расширим давайте в натуре эту расширим это будет клёво основание б вот так вот делаем и у нас церковь собственно приобретает прям новый вид она пониже это сделаю вот как-то так и дверь здесь на раба почему бы и не поставить дверь у нас здесь нормально будет смотреться даже вот так боком и и ви вероятнее всего мы еще сделаем здесь расширение где-то или не сделаем здесь она дверь закрывает да мне особо но закрывал здесь поставим поставим в конце так сказать расширение ближе к двери во вот типа того по идее тогда к церковь сможет принимать больше людей выглядеть она уже будет прикольно она и в при так в принципе классно выглядела давайте посмотрим так общая стоимость 65 на 17 стоимость обслуживания не пишут есть в двери окей плюс 4 и 6 квери а вот сколько а вот место для крестьян 40 в два раза больше будет место для крестьян а если я основание еще одно поставлю будет 60 до 60 каждое основание добавляет 20 человек плюсом блин это конечно классно но что-то вот как-то не очень хорошо смотрится можно вот так сделать о а и правда только основание наверное первое поставим она мы такое еще не строили выглядит она прикольно вот так мне нравится не выглядит нагроможденно вроде бы нет еще одна башня мне очень нужна вот здесь она прикольно будет смотреться я вам точно говорю в класса вот это понимает церковь начать строительство вы просили больше церкви нате получите колодец уже готов ребята делают хлеб уже 44 нифига себе вот это вы быстрые это потому что у меня скорость сумасшедшая так значит эта палатка назначить туда человечка продаем мы хлеб возможно есть смысл еще одну палатку сделать и один склад для продовольствия потому что им таскать оттуда с этой палатки постоянно хлеб на эту палатку вернее очень утомительно будет я вам скажу поэтому мы построим еще один склад где-то вот здесь тут для него как раз место есть мы скажем таскать туда хлеб да это будет весело и ждем собственно пока здесь начнутся начнут строиться домики как только это произойдет все у нас будет прекрасно квеста нет нет зоны поля для фермера что ты врешь то мне а все у тебя есть я те точно говорю это походу какой-то глюк потому что зона у нас есть и и не только зона но еще и вот здесь даже немножечко я колодец потеснил мы чуток вот так подрежем сейчас поле но можно выпрямить вот здесь вот так чтобы она хоть по прямее смотрелось и вот здесь кстати придется уменьшать видите какой здесь красный из того что деревья растут там пшеница вроде как говорит я тут расти не буду чувак прости меня тогда давайте его продлим вот до сюда скажем и вот до сюда и вот так мне нравится эти зоны рисовать что-то в этом есть креативная но в любом случае пока они собственно всю эту пшеницу не срубили они новую не будут сажать как мельница дела все хорошо вам вода не нужна не нужна ну и нормально господи 57 хлеба вот это вы разошлись ребята просто сумасшедшие пока все идет по плану мы вышли с вами в этой серии в хлеб и нам потихонечку надо уже думать о железе потому что железо вот здесь есть здесь только я бы хотел чтобы у меня уже начала здесь создаваться какая-то деревня потому что место уже для застройки там есть насколько я помню да пожалуйста место есть можете строиться но они падлы не строятся я думаю что это временная проблема когда-нибудь начнут классно что они на лодках начали плавать не классно что они идут вот сюда почему-то рыбу свою доставать могли бы я не знаю с удочкой постоять чего вот они как как непонятно кто вообще зажрались уже лодку им подавай строитель а вы где вообще все ожидает строителя единственная у меня задача это вот это и церковь и вы все занимаетесь ей походу да не но это похвально церковь нам нужна также как и моя хижина лорда и такое ощущение что вот эти ребята не справляются своими обязанностями у них тут дерево куча и не успевают все вырубать и вот эти парни почти доделали то что я им я их попросил сделать мне это хорошо но булочки гляньте но это же булочки и печка с булочкой в будущем наверное все это дело будет проанимировано как-то ты будешь это делать тетя-тетя ничего не будешь а я понял пока у них такая анимация ограниченная но не вопрос мы подождем и так контентные апдейты радуют чертовски окей с пшеничка из хлеба мы разобрались теперь давайте смотреть что мы можем делать дальше у нас есть плавильня кузнец угольщик железный рудник и так для начала я так понимаю нам нужен железный рудник угольщик и плавильня затем уже идет кузнец то есть нам на сразу три здания отфигачить либо же поставить железный рудник все складировать и затем уже думать о инструментах вообще вообще что вы стоите 20 деревях 10 инструментов то же самое а этот еще 20 камней просит и собственно это тоже 10 камней да этот этот 10 этот 20 все понятно не вопрос нам нужен угольщик да дерево кстати у нас ведь не так уж и много я вам скажу прям вообще железный рудник выглядит примерно вот так прикольная такая постройка понятное дело что нам нужно здесь одно это ой да столько построек еще столько построек но пока мы должны доделать вот это вот дело и мы должны доделать церковь чтобы ребята мои были счастливы потому что сейчас у них что-то счастьем все очень плохо 55 надо что было хотя бы 60 70 тогда я буду спокойно при таком счастье если будет минус меньше 50 счастья они начнут уходить и это очень плохо видите с верой проблема это я так я надеюсь что это значок веры вот почему не дадут не дают посмотреть статистику завершена усадьба лорда и два человека присоединились что можно делать в усадьбе лорда назначить лорда солдата так два солдата внимание до 2 солдата назначена каждый солдат видимо сидит в одном из оснований на что этот стоит эта штука сумасшедших денег 24 золотых до отвалить да это серьезно кстати интересно зачем нужны солдаты вот они ребята вы так прикольно ходите мне очень нравится вопрос только чего будете делать и зачем вы нужны если у нас еще и сражение в этом апдейте есть я вообще хренею честно он стоит стража твою мать прямо настоящая а я типа там живу вот так вот замок замка пока у меня нет видимо для того чтобы появился замок нам надо еще больше вы трапе на тропинке не будете производить ребята ну-ка быстро засеяли эту чертову тропинку я вообще запрещу здесь ходить совсем обнаглели смотрите из-за тропинки они не сеют здесь представляете кто вот здесь ее протоптал я не знаю вот узнаю уши надеру да давайте-ка попробуем запретные земли вот здесь такую линию проведу чтоб они здесь не ходили никто хотите ходить обходите поле и вот сюда вот типа как-то так до проверим будет ли работать со временем если по тропинкам никто не ходит тропинки исчезают будем надеяться что мой план сработает и они исчезнут а вот склад пока чет не строят смотрите им даже никто не занимается видимо все силы бросили на церковь которая кстати уже 40 человек должна вмещать да нет пока чё-то не вмещает хотя вроде бы как основание построили священника до сих пор нет и я не очень понимаю как его назначить можно да это вопрос нет зоны поля для фермеров да видимо аня как раз таки про это и говорит что ну в общем вы поняли да чё нормально поля спокойно обеспечивает нас хлебом 71 булка у нас находится в продаже находится же да пожалуйста находится булка жалко не пишут за сколько они продают но с деньгами вообще никаких проблем нет и смотрите я построил замок для лорда и у меня сразу же до 700 увеличилась максимальная вместимость моего мои казны в общем господа вот такая у нас серия получилась очень продуктивная как мне кажется нам осталось достроить склад для хлебцев и мы будем с вами следующей части выходить в железо инструменты и тому подобное также хотелось бы посмотреть что у нас тут есть еще по декору что откроется дальше потому что нам нужно ребят моих людей шик а у меня уже даже 12 граждан есть вот это прикол то есть по идее мы почти все открыли дайте глянуть да больше ничего здесь нет в декоре есть фонтан кипарис о класс ну ладно мы с этим еще посмотрим есть еще каменный мост внимание и и все замка пока у нас нет зато у нас есть стены деревянные стены это вот те самые вы охренеть какие деревянные прям прям даже я даже не знаю как деревянная стена серьезно она написано что дерево шо рандом что ли да вот это прикол ну стенами мы оградимся стенами чуть попозже я случайно это сделал можно удалить спасибо в общем вот так вот друзья услышимся с вами в следующей серии по игрушек фаундэйшн это и паку будем покусить чеки